А тут, ну, опять же, я говорю, я люблю поговорить. Сегодня очень хорошая моя знакомая, ой, подруга, друг, тебя прекрасно знают, Светлана Владимировна Капанина. Ну, она часто ко мне ходит на концерты, тут у неё не получилось, она только-только вернулась с Казахстана, там, ну, надо сказать, кто не знает, это её родина вообще. Родилась она в Щучинске, в Кочетавской области, там медучилище закончила, уже, ну, в Целинограде, это ныне столица Казахстана, Астана. Так что, пока света нет, могу более подробно рассказать ту историю, о которой я на прошлом концерте упоминал, когда с бумажечки пел новую песенку свою, вот, которая, кстати, написана, вот там сидят заместитель командира Кубинской авиабазы Сергей Соков, вытянул руку с Ерёмкой. Я эту песню ещё называю песня, написанная у Соковых дома. На всякий случай, спасибо, ребята, что вы меня не тревожили во время Макса, каждый вечер, несколько дней подряд я запирался у них там дома в комнате, и у них живой, что-то писал, писал, вот. Это всё явилось производной того, что случилось в небе Перми. Мы там вместе со Светой были на фестивале «Крылья Пармы», я обычно там комментирую всю эту пилотажную работу, даю концерт, и, ну вот, Света должна была там выступать. Вечером мы сидели в ресторане, где-то примерно в такой тёплой обстановке, он говорит, так, а как же там, у меня-то самолёт сегодня стоит на стоянке с этой гражданской стороны, там аэродром совмещенный, аэропорт, Большой Савина и Соков, аэробаза с Мигами-31. Он говорит, а летать-то на той стороне, что ж там с пилотажной зоной? Я говорю, ну, я тебе потом пальцем покажу. Она говорит, слушай, так и давай завтра мы полетаем, ты мне пальцем покажешь. Ну, весь подвох этой фразы я, конечно, ощутил на следующий день. Я радостно согласился, хотя, так честно говоря, думал, что это несколько такие выпившие, по-моему, такие разговоры. Ну вот, на следующий день она, ну, ну чё, поехали, да, поехали, мы приехали в аэропорт, а Света должна была сделать в качестве инструктора полёт с одним из лётчиков, который специально из Москвы приехал, потому что у неё, как она, у неё квалификация ещё и лётчика-инструктора, вот, она говорит, сейчас я его там немножко поучу, а потом уже там слетаем, ты мне там пальцем ткнёшь. Ну, они поднялись, 1500, смотрю, всё очень там так чинно-мирно, там, бочечку скрутили, там, порог, там, петлю, так всё, ну, достаточно скучно. Ну, вернулась, ну, давай, ну, хорошо. Ну, мы немножко жили пилотажа, я говорю, ну, да, какие, кто же откажется от этого немножечко. Вот, ну, я и расслабился, в общем-то. Потом у меня, как сказать, первые тревожные предчувствия закрались, когда я забрался в кабину, и, ну, у Светы-то наушники у неё, ну, анатомические в ушах, а мне дали, ну, шведские эти, гарнитуру такая, товарищ посмотрел, говорит, блин, сорвёт как-то такую. Изначально сказал, взял скотч белый мне такой и промокал вокруг головы эти наушники. Естественно, я насторожился. Вот. Кстати, Артур Сыркисян, который, ну, выдающийся лётчик, ну, лётчик в прошлом сейчас, в виде оператора воздушных съёмок, он всю Свету там отвесил камерами, а всё это было внезапно. Он говорит, как же, блин, жалко, не успею уже никакой камеры тебе поставить. Я как-то незначально подумал, ну, не успеет, а не успеет. Потом я уже думал, какое счастье. Вот, ну, самое начало полёта я ещё мог проанализировать в каком-то виде, потому что Светка, она оторвалась, набрала метров 8-10 и резво перевернулась. И такой перевёрнутый полёт над полосой, я только вот, ну, пытался сосчитать эти бетонные плиты, которые мелькали перед глазами, вот, вроде как рядом, как вот вы сидите, так это... А потом, естественно, вверх, это отрицательная перегрузка, и дальше уже как-то... Я очень соображал, что происходит. Ну, некоторые фигуры, понятно, но всё это такой калейдоскоп на достаточно малой высоте. Она, естественно, через каждые, там, 10-15 минут спрашивала, ты там как? Я говорю, нормально. Значит, ещё, ну, в конце концов, чтобы её успокоить, я спел один куплет, я лётчик, вот. Ну, похоже, что её не сильно это впечатлило, она всё равно продолжала меня спрашивать, и при этом выписывала всякие такие кренделя, что, в общем, ну, мне было, конечно, под конец уже не... Ну, у неё пилотажная программа 10 минут, мы крутились 12. У меня такое было ощущение, что это где-то час, по-моему, наверное. Вот. Передохнуть я смог только два раза, когда она говорит, ну, показывай, где тут пилотажные зоны, так с моим спокойным виражом, я говорю, ну, видишь, топливозаправщик стоит там на стоянке, вот завтра здесь. Она, хорошо. И второй раз, когда она мне дала попилотировать, он две петли свернул, три бочки сделал, тоже, когда сам делаешь как-то это самое. А, ну, и третий раз я не то что отдохнул, но так, у меня такой нервный смех раздался. Она чего там? Я говорю, ничего, да, ну, там просто в передней кабине всего два прибора, и между ними такая заводская табличка «Ноусмокинг». Естественно, меня как-то это развеселило, может быть, вовремя. Вот, да, и мы приземлились, я помню, мы ровлили, я весь мокрый, вот, в гарнитуре слышу диспетчер с вышки гражданский, Светлана Владимировна, большое спасибо. Это было неожиданно и прекрасно. Вот, я уже, когда мы на стоянку такие задумываю, может, это я такой слабак? Думаю, че-то как-то, мне даже, ну, я летал много на чем, на серьезный пилотаж, но такого у меня не было. Вот, но когда я выбирался из самолета, увидел лица там командира полка, Игорь Бабкин стоял, Ратур Саркисян, Саша Володин, и все, утрое было. Вот этот взгляд такой, вроде с одной стороны такой уважительный, но больше всего он был сочувственный. Ты как? Я сказал одно слово, оно нецензурное. Света мне потом, так а че ты, ну, как, ну, сказал бы, я говорю, Света, вот как ты себе это представляешь? Сзади сидит красивая женщина, тут мужик скажет, мне плохо, давай садись. Вот. Ну, в общем, все это было достаточно так весело, по итогам. Развелась песня, о которой Света все мечтала, говорит, ты когда-нибудь про нас напишешь или не напишешь. в течение 10 лет, я когда-то имел неосторожность сказать, что я начал писать про нее песню, и никак это все не получалось, все на корзину работал. Тут оказалось достаточно вот так слетать, и совершенно неожиданно для меня, и для нее получился вот такой пилотажный рок-н-ролл Светлана.